На нас внезапно свалились каникулы, и многие люди потянулись за границу отдохнуть, отметить это дело, и у меня спрашивают постоянно, снова и снова, как же купить доллары повыгоднее на бирже. Помнят, что я рассказывал об этом. Вот сейчас об этом, как купить доллары по выгодной цене. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я рассказывал о том, что можно купить доллары по курсу лучше, чем ЦБ, прямо на бирже, прямо буквально по одной штуке, вывести их в наличные. Как все это делается, вы узнаете в конце видео, я об этом расскажу. Сейчас могу кратко сказать, что очень просто. Мы покупаем доллары на бирже, ставим хороший курс, покупаем без комиссии практически, или комиссия там минимальная совершенно будет. Потом мы выводим на свой банковский счет в долларах, в том же, что очень важно, в том же банке, в котором находится счет брокера, и просто идем в кассу и снимаем их без всяких дополнительных комиссий, и вообще без ничего, просто снимаем их. Все нюансы об этом я расскажу будут в видео, которое будет в конце, ссылка на которое будет в конце данного видео. Ну а сейчас я хочу вам предложить немножечко другую интересную идею о том, как купить доллары поштучно, буквально, или вообще их не покупать, вообще как быть с деньгами за границей. Смотрите, какая идея. Дело в том, что в Турции национальная валюта отнюдь не доллары, а турецкие лиры. И вопрос, а нахрена вам покупать доллары? И я предлагаю вам покупать непосредственно турецкие лиры, ровно столько, сколько вам надо, и экономить на этом вообще без проблем. И многие из вас уже могут сделать это прямо сейчас буквально, сразу после этого видео, вы это увидите сейчас. И, ну а если кто-то не может, то он сможет это сделать буквально в течение ближайших нескольких дней. Итак, смотрите, что я делаю давно уже, когда еду за границей. Я вообще не покупаю никакую валюту, я использую исключительно карточки. Вот они у меня, их много. Почему карт много, почему карт должно быть несколько? Смотрите, дело в том, что я выбираю одну карту. Это должна быть обязательно дебетовая карта, обязательно. И эта карта основная, та, которой я расплачиваюсь всюду, когда я за границей, когда я расплачиваюсь картой. Но бывают такие случаи, когда нужно снять деньги именно наличными, во-первых. А во-вторых, расплачиваться, как вы понимаете, лучше в лирах, наверное. Поэтому я беру и снимаю деньги именно в лирах турецких. Почему я предпочитаю этого не делать? Посмотрите, когда мы снимаем деньги наличными, то есть многие говорят, что предпочитают деньги наличными, но когда мы снимаем деньги наличными, особенно те, кто люди, которые ездят в долларах, то по-любому вам сдачу будут давать не долларами, а турецкими лирами. И по-любому у вас образуется какое-то количество лир, которые вы в конце концов либо не сможете использовать и привезете их сюда. Вот посмотрите, вот они, турецкие лиры. Их здесь 140 турецких лир. Это, ну, больше 1000 рублей на наши. То есть вы понимаете, что где-то 17 долларов я просто взял, вывез, и они у меня заморожены, заморожены надолго, до тех пор, пока я не поеду снова в Турцию, потому что я смогу использовать их только там. Но вполне вероятно, что я достаточно скоро уеду в Турцию снова. А может быть и нет. Если кто-то из вас живет просто рядом, где-то в Обнинске, я готов продать эти лиры по нормальному курсу, прямо наличные лиры. Но речь не об этом, речь о следующем. Смотрите, я выбираю одну из этих карточек, Тинькофф, и ставлю ее, выбираю для нее валюту, именно турецкие лиры. И прямо сейчас вы увидите, как я это делаю. Дело в том, что Тинькофф единственный банк, который позволяет сделать карточку в каком-то огромном числе валют. Сейчас вы увидите, как это делается. Смотрите, вот я захожу в личный кабинет Тинькоффа, личный кабинет Тинькоффа, вы сейчас видите его на экране, и главная страничка, я прокручиваю ее в самый низ. Видите, да? Написано, открыть новый счет или продукт. Вот, открываем, здесь добавить валюту, нажимаем, и мы видим список валют, которые здесь возможны. Фунты стерлингов, швейцарский франк, канадский доллар, австралийский доллар, что очень интересно, сингапурский доллар, болгарский лев, азербайджанский монат, белорусский рубль, грузинский лари, дирхэм, ОАЭ, новый израильский шекель, польский злотый, кто не знал, в Польше злотые, турецкая лира, то, что нам надо, китайский юань, кто едет в Китай, гонконгский доллар, шведская крона, тайский бат, индийская рупия, японская иена, венгерский форент, венгрии форента до сих пор, кто не знал, казахский тенге, армянский драм, южнокорейская вона, индонезийская рупия, вьетнамский донг, индонезийская рупия для тех, кто едет на Бали, насколько я понимаю, вьетнамский донг и норвежская крона для тех, кто едет в Норвегию. Но так как мы собираемся в Турцию, мы нажимаем турецкая лира и пишем добавить турецкая лира. Ошибка операции невозможна, повторите позже. Почему невозможно? Потому что, когда я готовился, я уже добавил турецкую лиру, на самом деле, насколько я понимаю, так. Поэтому смотрим здесь. Нет, турецкая лира не появилась, потому что я нажал ее убить. Вот, ну, какая разница, здесь есть чешская крона. Вот она. Вы видите, что карта в чешских кронах, то есть совершенно спокойно, можно открыть карту в другой валюте, счет в другой валюте. И пополнять этот счет именно в этой валюте столько, сколько нам надо. Ну, раз у меня не получилось с турецкой лирой сейчас, то давайте я покажу вам на примере крон чешских. Вот, пожалуйста, кроны чешские. И я нажимаю на кнопочку «Пополнить» с моего счета теньков. Вот, ну, сейчас на моем счете пусто. Значит, как я уже сказал, должно быть пусто на самом деле. Вот, и я пополняю. Буквально, значит, я могу в рублях написать сумму, либо в чешских кронах. Я пишу, значит, да, перевод произойдет по курсу. 3, 277 рублей за одну крону. Ну, соответственно, берем, значит, там 25 крон, пожалуйста, 81 рубль. Это будет стоить все. То есть, вот столько, сколько надо, мы переводим именно в турецких лирах или там в другой валюте, в местной. Вот, столько, сколько нам надо, и пользуемся именно этой карточкой. Почему карточка должна быть дебетовая? Потому что, если эту карточку вдруг у вас слямзит, такое, ну, крайне редко, но бывает, вот, в Турции вообще не воруют, это так не принято там. Ну вот, потому что мусульманская страна. Но, если вдруг вы потеряете эту карточку, то это значит, что вы потеряли минимальные деньги. Поэтому я перевожу на эту карточку, которой я пользуюсь постоянно, минимальную сумму. Почему еще это надо делать? Потому что иногда, иногда, там, скажем, в ресторанах и так далее, они просят, сказать, дайте карточку, я пойду в терминал. Не делайте этого, не передавайте никому в руки, говорите, я пойду с вами, и, сказать, с этой карточкой вы идете туда и прикладываете к терминалу. Потому что, если люди говорят, я возьму твою карточку и понесу куда-то, то это значит, что они могут ее сфотографировать, причем фотографируют не только лицо, но и оборот, на котором написан CVV-код. И потом не удивляйтесь, если ваши денежки утекут. А если эта карточка была кредитная, то утекут не только те деньги, которые у вас есть, а деньги, которые вы будете должны вернуть банку. И банк с вас стрясет эти деньги. И вы никак не докажете, что вы эти деньги не тратили и не брали, потому что на самом деле банк считает, что вы брали деньги, потому что вы, именно вы отвечаете за сохранность вот этой карточки, а если вы ее отдали кому-то в руки, это значит, ваши проблемы. Вот что я хочу сказать. Поэтому, значит, у меня есть карта Тиньков, и у меня есть другие счета в Тинькове, поэтому, значит, когда мне нужны деньги вот на эту карту, я перевожу эти деньги с других счетов на эту карту, без комиссии, потом пополняю этот счет с другого счета в турецких лирах и расплачиваюсь всюду турецкими лирами. И я вижу цену в турецких лирах, я расплачиваюсь турецкими лирами. Понимаете, да? Вот, и если у меня карточка исчезнет куда-то, то, соответственно, у меня деньги не исчезнут. Вот, такой лайфхак. Теперь смотрите дальше. Такие карточки Тинькова есть у нас у всех, то есть мы ездим обычно с семьей, и у нас у всех есть такие карточки. Поэтому я захожу вот в этот личный кабинет и могу совершенно спокойно, значит, у меня есть эти самые, как их называются, шаблоны. Вот, я захожу сюда и здесь оплатить, оплатить, и я перевожу, значит, там туда, куда мне надо денежки. Ну, кроме Тинькова у меня есть карта других банков, потому что если вдруг с Тиньковым будет какая-то беда, значит, там какой-то дидос-атака и так далее, бывает иногда так, что банк подвисает, личный кабинет банка подвисает, на этот счет у меня есть карта открытия, вот, ну, одновременно счета в двух банках вряд ли подвиснут, ну, а если подвиснут в двух счетах, то, значит, я просто объясню туркам, что, в общем-то, извините, ребята, у вас некоторые проблемы. Поэтому, значит, Тиньков, я еще раз говорю, Тиньков это единственный банк, который позволяет делать то, что я показал, и если вы хотите, если у вас уже есть карта Тиньков, то, пожалуйста, вы это делайте, если нет, там же будет ссылочка внизу, вы от меня получите эту карту, и от меня же вам Тиньков подарит подарок, потому что он сделает это для вас абсолютно, ну, бесплатно, несколько месяцев, по крайней мере, вот, ну, а если вы находитесь совсем рядышком, то я вам могу сказать, что мой сын стал амбассадором Тиньков банка, и вот у меня прямо сейчас готовые, просто готовые карты есть Тиньков банка, у него пять штук, которые прямо сегодня, можно, так сказать, с ним встретиться, если вы находитесь здесь где-то недалеко, ну, если вы в Москве, то можно договориться, как-нибудь мы приедем в Москву с ним, он с вас сфотографирует с этой картой, там, так сказать, оформит ее быстро, это моментальные карты, они не именные, после этого вы можете сделать еще себе именную, это и расплачиваться кругом всюду, а на именной карточке будут основные деньги, вот по такой схеме можно работать, ну, и, соответственно, это очень удобно, и у вас, вот, не будет вот этого вот вороха денег постоянно, ну, а, кроме всего прочего, я в ближайшее время хочу на своем другом уже канале, который посвящен путешествиям, рассказать о том, как пользоваться такси в Стамбуле, как жить вообще в Стамбуле, потому что, так сказать, в Стамбуле там есть какие-то некоторые особенности, вот, об этом я расскажу, и ссылочка будет тоже, вот, в конце этого видео, ну, а сейчас обещанная ссылка о том, как купить доллары на бирже от одной штуки без, дешевле, чем ЦБ, скидочка, ссылочка будет вот здесь. Но, к сожалению, я хочу вам сказать, что на бирже доллары от одной штуки можно купить только через терминал КВИК, через приложение открытия брокера, это не получится, потому что это делается на, в режиме отдельной торговой сессии, это отдельная, как бы, такая процедура, которую предоставил брокер, именно брокер, и в личном кабинете она, к сожалению, по-моему, недоступна. Для того, чтобы она была доступна, вам придется установить биржевой терминал, те, кто прошел биржу для чайников, они уже его имеют, потому что там я подробно рассказываю, ну, а если у вас есть биржевой терминал, то вы сможете воспользоваться этой идеей, а если нет, то, к сожалению, у вас вариантов немного, либо купить курс биржи для чайников, и быстренько освоить установку терминала, либо взять карту Тинькофф, а если она у вас есть, то у вас вообще, так сказать, как бы, все есть. Вот, так что до встречи, надеюсь, что это видео было полезно многим, поделитесь этим видео, если у вас какие-то знакомые едут в Турцию в ближайшее время, с Египтом примерно то же самое, я думаю, но египетской валюты я в приложении Тинькофф почему-то не нашел, думаю, что там египетский доллар. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий, до встречи.